друзья всем привет я вот таскаю буквально ведрами макрицу своим канарейкам неспроста друзья неспроста это залог здоровья канареек амадин попугаев всех декоративных птиц кто любит кто приучен к макрицы но сегодня будем с вами беседовать не об этой макрицы хотя макрицу сравнивают с женьшеньем очень полезная травка я вам сегодня расскажу чем надо пропаивать канареек осенний зимний и ранний весенний период чтобы ваши канарейки были здоровые птенцы у вас были крепкие красивые кинора были поющие самки были дающие хорошо несли яйца и хорошо кормили птенцов и так друзья берите блокнот будете конспектировать чтобы не забыть с уважением к вам мои дорогие родные из жителей сейчас всю правду расскажу и покажу пойдемте и так для составления хорошего рациона пробоек наших канареек попугаев м1 но попугаев можно так дать они сгрызут а вот амадины и канарейки им надо делать отвары можно назвать их чаем можно назвать их как угодно но я называю это отвар значит перед нами арония рябина черноплодная обратите внимание уже она выспела очень вкусная очень полезная листва уже потихонечку осыпается вот запасаемся аронией пока она есть это раз так друзья теперь перед нами бояришник желательно по возможности двух сортов можно даже трех сортов у меня вот черный и красный очень вкусный очень полезный это будет 2 это мы в общем сушим запасаемся ягодами сушим эти ягоды также сюда можно насобирать шиповника у меня сейчас пока возможности нет на видео снять но на днях собираюсь в лес будем собирать шиповник потому как шиповник у нас источник витамина c ранее показаны ягоды тоже очень полезны ну и наконец-таки на четвертом месте у нас будет на четвертом месте у нас финик он же унаби название у него несколько запасаемся этим фиником хорошо сушится вот ребятки вот так вот выглядит этот финик унаби хорошо сушится подходит для компотов для отваров как людям так и канарейкам попугаи тоже это все любят итак друзья когда вы насушили себе боярышника финика насушили черноплодной рябины и шиповника вы все это можете сделать в равных пропорциях смешать но сушеная только пускай и заваривать в чайнике то есть заваривать в кипятке немножко оговорился заваривайте эти ягоды в термосе можно на ночь но обратите внимание и прям если вы пишете конспект я вам рекомендую писать конспект прям подчеркните что заливать не кипятком а заливаем водой градусов 85-90 градусов но ни в коем случае не горячим кипятком потому что вы убьете все полезное итак друзья заваривайте вот такие вот ягодные компотики вашим канарейкам и у ваших канареек будет все классно вот как я в начале видео вам преподнес все будет хорошо не забудьте подписаться на канал продолжение следует у кого есть кнопочка спонсорство жмите кнопочку спонсорство и всем спонсорам моего канала огромный привет здоровья здоровья и хорошего настроения всем пока